Большой футбол вновь в Беларуси. Уже менее чем через час на Борисов арене состоится противостояние раунда плей-офф Лиги чемпионов. Бате против ПСВ. 14-кратные чемпионы Беларуси против 24-кратного триумфатора чемпионата Нидерландов. За ПСВ еще победы в финалах Кубка Европейских чемпионов и Кубка УЕФА. Так что соперник серьезный и титулованный. Но сегодня голландцы не так страшны, как может показаться. Почему? Спросим у нашего спортивного обозревателя Станислава Липского. Он сегодня работает на Борисов арене и выходит с нами на прямую связь. Стас, добрый вечер. Увидим ли аншлаг на трибунах? Надеюсь, добрый футбольный вечер, Сергей говорит и показывает Бориса. Всем привет, уважаемые телезрители. Точную цифру о количестве болельщиков здесь внутри чаши Борисов арена я не назову. Однако точно знаю, что билеты на этот поединок пользовались повышенным спросом. Продавали их по два в одни руки. Поэтому я, будучи неисправимым оптимистом, все же рассчитываю. Видите, здесь на трибунах порядка 10 тысяч поклонников игры номер один. Болельщики еще только подтягиваются на трибуны. Команды уже здесь. Футболисты опробовали газон. А вот вокруг стадиона поклонников игры номер один Абате очень много. С некоторыми из них мы пообщались. Попрошу режиссера поставить фрагменты их интервью с ожиданиями этого поединка. Это серьезный матч. Плей-офф Лиги Чемпионов. Еще один шаг и уже будет Лига Чемпионов группа. Мне кажется, мы победим 2-0. ПСВ уже не тот. Имя осталось, но игроки уже молодые и не больше. А мы вот здесь живем неподалеку. Регулярно катаемся на роликах. И сегодня решили на матч прямо вот на своих колесах приехать. Что скажете? Поболеть за нашу любимую команду. Мы за них очень рады. Всегда радуемся их успехам. Очень наши золотые, дорогие ребята. Самое лучшее. Мы верим, что победа будет у них всегда. И верим, счет будет 5-0. Все-таки будем надеяться, что будет 2-1 в сторону Батте. Будем все вот болеть и ждать такого результата. Итак, посмотреть сегодня будет. На что ведь Батте подходит к игре в оптимальном составе и отличном настроении после победы по сумме двух матчей в третьем раунде Лиги Чемпионов над представителем Азербайджана Карабахом 2-1. Что, собственно, и подчеркнул накануне главный тренер Борисовчан Алексей Бага. Мы рады, что мы продолжаем здесь идти по Европе, если можно так сказать. Мы хотим большего. Как бы это бравадно не звучало, пока в Эндховене финальный суток не прозвучал, наша цель попасть в группу Лиги Чемпионов. Пускай это будет немножко звучать задиристое, еще как-то называйтесь, как хотите. Но пока мы здесь, мы хотим попасть в Лигу Чемпионов. Наверняка на это же рассчитывает и наш оппонент. Но сегодня у команды ПСВ Эндховен не все так гладко. Чем Батте может воспользоваться? Во-первых, голландский клуб не знает побед в Еврокубках на протяжении 10 матчей. Последний раз виктория случалась аж в декабре 2015-го. Во-вторых, в минувшем туре национального первенства ПСВ с трудом одолел скромную команду Фортуна 2-1. То есть проблемы с рисунком игры есть. В-третьих, главный тренер Эндховена Марк Ван Бомель является легендарным игроком своей страны, но не тренером. На этой должности голландец проведет всего четвертый матч в карьере. Единственное, что настораживает, в стане соперника нет абсолютно никакой недооценки Батте. У Батте в последнее время больше опыт выступления в Лиге чемпионов, чем у нас. Думаю, это говорит об уровне команды. Считаю, что в Голландии принижают успехи борисовчан. Если основываться на нашем анализе соперника, то предположу, что Батте будет играть больше от обороны. Но нужно учитывать все сценарии развития матча. Может произойти все, что угодно. Не могу не отметить еще один фактор, который сработает сегодня отличным мотиватором для футболистов Батте. Речь о призовых, которые накануне. Борисовчане уже гарантировали себе доход в этом еврокубковом сезоне равный почти 9 миллионам евро. Но в случае победы в раунде плей-офф над ПСВ Алексей Бага и компания эту цифру увеличат до потрясающих 15 миллионов. С возможностью при условии Виктории хотя бы в одном из матчей группового раунда заработать еще 2 миллиона 700 тысяч евро. Согласитесь, эти цифры впечатляют. Итак, первый из двух определяющих матчей лета для Батте начнется в 22.00. Участие в группе Лиги Европы борисовчане обеспечили на кону группа Лиги Чемпионов. Напоминаю, для удобства столичных гостей Борисов в арене клуб организовал бесплатный дополнительный электропоезд в Минск, который отправляется из Борисова в 0 часов 8 минут. И еще немного статистики. Борисовский Батте еще никогда в своей истории не проигрывал в квалификации Еврокубков командам, чьи имена состоят из аббревиатур. Будем надеяться, что это приятная для Беларуси, для нашего клуба традиция не прервется и в противостоянии Батте-ПСВ. А этот небольшой дождик только остудит наш пыл. Нам будет играть приятнее, кстати, Игорь Стасевич и Мирка Ивинич в составе, так что будет горячо. Вместе болеем за Батте. Сергей, держим кулачки. Вам слово. Спасибо, Стас. И я напомню прямую трансляцию. Поединка будет вести телеканал Беларусь 5.